ДУХ ВСКЛЯНКИ ПОДЧЕРКИВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНИЕ СЛЭШЬ ПОРАВНО ТРИДЦАТЬ. Маялся некогда на свете бедный дровосек, работая с утра до поздней ночи. Скопив себе малую толику деньженок, он сказал сыну,:"Ты мое единственное детище, и я хочу свои деньги, заработанные кровавым потом, обратить на твое обучение, если ты чему-нибудь путному научишься, то можешь пропитать меня на старости, когда мои руки и ноги служить не станут и я должен буду поневоле сидеть дома". Пошел юноша в школу выше ступени, стал учиться старательно, так что учителя его похваливали, в школе оставался он довольно долго. Пройдя еще одну школу, но не во всем еще добившись полного знания, юноша затратил весь бедный достаток отца и должен был к нему вернуться. 6- Жаль, – сказал отец с грустью, – жаль, что ничего более не могу тебе дать и по нынешней дороговизне не могу отложить ни грошика, зарабатываю только на насущный хлеб. 0- Дорогой батюшка, – сказал юноша, – не заботитесь об этом. 6Коли есть на то воля Божия, то все устроится к лучшему, я как-нибудь уж сам справлюсь. 4Когда отец задумал ехать в лес на заготовку дров, чтобы на этом что-нибудь заработать, сын сказал ему, 0я пойду с вами и стану вам помогать. 4- Сыночек, – сказал отец, – трудненько это тебе будет. 5Ведь ты к тяжелой-то работе непривычен и ее не выдержишь, да к тому же у меня всего один топор, и денег нет на покупку другого. 5- Ступайте к соседу, – сказал сын, – призаймите у него топор на время, пока я сам себе на топор не заработаю. 0Занял отец топор у соседа, и на следующее утро пошли они на рассвете в лес вместе. 6Сын помогал отцу и при этом был свеж и бодр. 4Когда солнце стало у них над головою, отец сказал, – вот теперь поддохнем да пообедаем, так потом работа еще лучше пойдет. 5Сын взял свой кусок хлеба в руки и сказал, – вы, батюшка, отдохните, а я-то не устал, хочу побродить по лесу и поискать птичьих гнезд. 9- Ух ты, шутник! 6Чего тебе там по лесу бегать? 9Еще станешь так, что и руки не поднять будет. 6Сидел бы лучше здесь со мною. 1Однако же сын ушел в лес, съел свой хлеб и стал весело посматривать в чащу зеленых ветвей, не видно ли где гнезда? 9Так ходил он туда и сюда, пока не наткнулся на громадный ветвистый дуб, старый-престарый и толщина этов пять обхватов. 9Остановился он под дубом, посмотрел на него и подумал, – на этом дубу, вероятно, ни одна птица свое гнездо свивает. 9И вдруг ему показалось, что он слышит как будто чей-то голос. 9Стал прислушиваться и, точно, услышал, как кто-то говорил глухим голосом, – выпусти меня, выпусти меня! 9Стал он кругом оглядываться и ничего не мог заметить, однако же показалось, будто голос выходил из-под земли. 9Тут он и крикнул, – да где же ты? 9- Голос отвечал, – я тут, около корней дуба. 9- Выпусти, выпусти меня! 9Стал юноша рыться под деревом и разыскивать около корней, пока не отыскал небольшой стеклянный сосуд, запрятанный в ямке. 9Поднял он склянку, посмотрел против света и увидел, что там прыгает что-то вроде лягушки. 9- Да выпусти же, выпусти меня! – воскликнуло снова это существо, юноша, ничего дурного не предполагая, и вытащил пробку из склянки. 9Тотчас же вышел из нее какой-то дух и начал расти, расти так быстро, что в несколько мгновений перед изумленным юношей предстало страшное чудовище, 4ростом с полдуба. 9- А знаешь ли ты, – воскликнуло чудовище страшным голосом, – чем вознагражу я тебя за то, что ты меня оттуда выпустил? 9- А почем мне знать? – бесстрашно отвечал юноша. 5- Так знай, что я тебе за это шею сломаю! – воскликнул дух. 9- Так ты бы мне это раньше должен был сказать, – отвечал юноша, – тогда бы я тебя и оставил в склянке. 9А я перед тобой ни в чем не провинился, спроси у людей. 6- У людей? 9- А мне что до того? – грозно продолжал дух. 5- Заслуженное тобою ты все равно должен получить. 9Или ты думаешь, что я в награду сидел так долго в склянке? 9Нет, в наказание. 9Я не кто иной, как могущественный Меркурий, и кто меня отсюда выпустил, тому я должен сломать шею. 9- Ну, ну, потише! – отвечал смелый юноша. 8- Не спеши! 8Еще прежде-то я должен знать, точно ли ты сидел в этой небольшой склянке и действительно ли ты тот самый дух? 9Коле ты опять сумеешь и в нее влезть, я тебе поверю, и тогда уж делай со мною, что хочешь! 9Дух отвечал высокомерно, – не мудрено мне это доказать тебе, – свился в маленькое и тоненькое существо, каким был вначале, 9и влез через узкое горлышко в ту же склянку. 9Но едва только он там очутился, юноша быстро заткнул склянку пробкой, бросил ее под корни дуба на старое место, и таким образом обманул духа. 9Он уже собирался уйти к своему отцу, но дух стал жалобно кричать, – ох, выпусти же, выпусти меня! 9- Ну, уж, нет! – отвечал Смельчак. 9- Во второй-то раз не выпущу! 9Кто на мою жизнь посягал, того уж я, конечно, не выпущу! 9Коли ты меня выпустишь, – крикнул духа, – я тебе столько дам, что тебе на весь твой век хватит! 9Нет, ты меня обманешь, как и в первый раз! 9Ты сам от своего счастья отказываешься, – сказал духа, – верь, что я ничего дурного от тебе не сделаю, а напротив, награжу тебя! 9Смельчак подумал, – а дай-ка я попытаю, может быть, он слово-то и сдержит? 9Дурного же он мне ничего не может сделать! 5Откупорил он склянку, и дух снова поднялся из нее, вытянулся и вырос в великана. 6- Вот тебе твоя награда, – сказал он и подал юноше маленькую тряпочку вроде пластыря, добавив, – если ты этим краем проведешь порани, 0то рано заживет, а если другим краем потрешь сталь или железо, оно обратится в серебро! 9- Это надо мне сначала испробовать, – сказал юноша. 9Он подошел к дереву, рассек кору его топором и провел по этому месту одним краем тряпочки, кора плотно срослась, и след разреза изгладился. 9- Пожалуй, что ты и правду мне сказал, – проговорил юноша, обращаясь к духу, – теперь ступай своей дорогой! 9Дух поблагодарил его за свое освобождение, а юноша поблагодарил духа за подарок и направился к отцу своему. 4- Где ты это носился? – спросил его отец. 1- Зачем забыл о работе? 9Я же ведь сразу тебе сказал, что ты на это дело не пригоден! 0- Не бойся, батюшка, еще успею нагнать! 0Ну, да! 9Нагнать! 8Это уж не порядок! 9А вот посмотрите, батюшка, как я сейчас это дерево срублю, только треск пойдет! 9Тук взял он свою тряпочку, провел ее по топору, и ударил им от дерева со всего размаха, но железо превратилось в серебро, и лезвие топора загнулось. 9- Э-э, батюшка! 9Посмотрите, что это за дремной топор вы мне дали, его совсем покривило! 8Отец перепугался, что ты наделал! 9Ведь я теперь должен буду платить за топор, а чем я платить буду? 9В этом только и весь прок от твоей работы! 9- Не сердитесь, батюшка! 8- отвечал сын. 0- За топор уж я сам заплачу! 5Ох, ты, дурень! 9- крикнул отец. 9- Из каких денег ты заплатишь? 9У тебя только то и есть, что я тебе дам! 0Набрался всяких ученых затей, а в дровосеке не годишься! 9Немного спустя сын сказал отцу, 9- Батюшка! 9Я без топора работать не могу, лучше пойдем домой, отдохнем! 9Что такое? 9- сказал отец. 9- Или ты думаешь, что я так же, как и ты, опущу ручки в кармашки? 9Я еще работать должен, а ты проваливай домой! 9- Да я, батюшка, здесь, в лесу, еще впервой, я отсюда и дороги домой один не найду, пойдемте вместе! 9Так как гнев у отца прошел, то он дал себя уговорить и пошел домой вместе с сыном. 9Тут и сказал он сыну, 0- Сходи да продай за что ни на есть испорченный топор, к тому, что выручишь от продажи, я должен буду еще приработать, чтобы уплатить соседу за топор! 9Сын взял топор и снес его в город к золотых дел мастеру, тот попробовал серебро, положил топор на весы и сказал, 9- Топор стоит четыреста таллеров, столько у меня и наличных денег нет! 9Юноша сказал, дайте сколько у вас есть, остальное пусть останется за вами в долгу. 9Мастер дал ему триста таллеров, а сто остался должен. 9Затем пошел юноша домой и говорит отцу, у меня есть деньги, сходите, спросите у соседа, сколько ему за топор следует. 9- Я и так знаю, сказал отец, следует один таллер и шесть грошей. 9- Ну, так дайте ему два таллера и двенадцать грошей, ровно вдвое больше того, что следует, этого довольно. 9- А затем дал отцу сто таллеров и добавил, в деньгах у вас никогда не будет недостатка, живете, как вам вздумается. 9- Боже ты мой! 0- Воскликнул старик. 0- Да как ты такого богатства добился? 0Тогда сын рассказал отцу, как все произошло, и как он, понадеявшись на свое счастье, набрел на такую богатую находку. 9И вот, с остальными деньгами он вновь возвратился в ту же школу, где обучался, и стал продолжать учения, 9а так как он своим пластырем мог лечить все раны, то со временем он стал самым знаменитым во всем свете врачом. 10- Субтитры создавал DimaTorzok 10- Субтитры создавал DimaTorzok